Как правило, ситуации, в которых требуется юридическая помощь, происходят неожиданно. Потому важно заручиться поддержкой юристов, которые знакомы с определенной труслью права. Сегодня мы поговорим с Марией Валерьевной Воробьевой, основателем компании «Народный защитник» и Центра недвижимости и безопасных сделок «Процветание». Здравствуйте. Здравствуйте. Какие проблемы вы помогаете людям решить? С какими ситуациями к вам обращаются люди? На сегодняшний момент в наш юридический центр люди обращаются с совершенно разными ситуациями. Но можно выделить, наверное, самые основные вопросы. Первые вопросы – это, конечно, кредитование. Сегодня люди сильно закредитовываются, так как у нас цены в стране растут, очень быстро растут. И люди просто не справляются с долговой нагрузкой. В связи с этим часто приходится проходить многим процедуру банкротства. Это вот один из самых, наверное, сегодня актуальных вопросов. Также люди в наш центр обращаются с вопросами мошеннических кредитов, когда кто-то звонит, какие-то непонятные сотрудники представляются банками, либо сотрудниками какой-нибудь полиции или правительства. В общем, по-разному бывает. И люди что делают? Отправляют свои денежные средства, свои накопления на счета вообще сторонним лицам. И также оформляют на себя вот эти мошеннические кредиты. То есть это прям вот сегодня две такие самых актуальные проблемы. А вы упомянули банкротство. Вот расскажите о нем, да. Что эта процедура в себя включает? Ну, банкротство на сегодняшний момент – это процедура, которая позволяет гражданам, которые попали в сложную финансовую кредитную ситуацию, списать все долги. Долги списываются у нас по кредитам, списываются долги по ЖКХ. Если какие-то есть займы в микрофинансовых организациях, все эти долги списываются. Процедура делится на два типа, можно так сказать. Это судебная процедура банкротства. Она самая такая актуальная на сегодняшний момент в нашем городе. И процедура через МФЦ. А банкротство – это такая темная территория, в которой хватает своих мифов. Вот давайте, наверное, с вами расскажем и развеем большую часть из них. Какие мифы ходят про процедуру банкротства? Ну, самые такие, можно сказать, трендовые, если так можно назвать, это что долги не спишут. То есть человек пройдет процедуру банкротства, и долги не спишут. На самом деле это не так. Если человек проходит процедуру банкротства, все долги, которые у него есть, аннулируются навсегда. Кредитная история, можно так же сказать, что так же аннулируется. И человек, который проходил процедуру банкротства, в дальнейшем может взять кредиты новые. Но банкротить их не сможет в течение пяти лет. Второй, наверное, самый актуальный миф, что нельзя будет получать официально доход, нельзя будет официально работать, нельзя будет получать пенсию. Все это неправда. Те люди, которые проходят сегодня процедуру банкротства, в момент прохождения процедуры банкротства получают денежные средства. В размере прожиточного минимума на себя и на своих несовершеннолетних детей. И, наверное, такой третий самый распространенный миф, который можно услышать везде, это то, что банкротство – это дорого. Так ли это? Это прям мой самый любимый, кстати, миф. Почему? На самом деле процедура банкротства, она дорогостоящая достаточно. Почему? Потому что одних судебных расходов можно насчитать в районе 40 тысяч рублей. То есть это депозит вознаграждения арбитражного управляющего в размере 25 тысяч рублей, 300 рублей госпошлина. И там есть определенные публикации, и ФРСБ «Коммерсант» от 15 до 18 тысяч колеблется вот эта публикация. Плюс еще расходы юристов. То есть человек сам без помощи юриста процедуру банкротства пройти не сможет. И многие юристы устанавливают свой чек от 50 тысяч рублей. Но всегда есть плюс. Человек, когда собирается проходить процедуру банкротства, он перестает платить по кредитам, потому что нам нужны официальные просрочки, чтобы признать человека банкротом. В тот же момент он перестает платить по кредитам. И все услуги можно разбить в рассрочку. То есть в основном все компании, юристы, которые предоставляют эту услугу, проводят, заключают договора с рассрочкой. То есть вот так. Она не такая дорогостоящая, как кажется. Потому что если сравнить с ежемесячными платежами по кредитам, сколько сегодня люди платят, обычно гражданин по кредитам, какую нагрузку, то в 10-20 раз оплата услуг юриста будет меньше, чем ежемесячный платеж по кредитам. Поэтому это выгодно. Просто почему я сосредоточил на этом внимание, это тоже один из таких, наверное, распространенных мифов, что когда человек начнет проходить процедуру банкротства, ему все равно предстоит выплачивать деньги по этому кредиту. Но, как вы и говорите, это совсем не так. Про кредиты человек забывает. То есть если человек решил пройти процедуру банкротства, нужно будет сосредоточить все свое внимание, получается, на помощи юристу и забыть про все свои кредиты. Ну вот плюс есть такой. А если говорить об успешных делах, об успешных кейсах, как их много? В принципе, все дела по банкротству успешные дела. Есть, конечно, небольшой процент, когда человек может потерять имущество какое-то. Автомобиль, допустим, земельный участок. Но нельзя назвать это дело неуспешным. Долги же как бы списываются все равно. Поэтому все дела по банкротству считаются успешными. А где можно найти ваши офисы? Как можно к вам обратиться? В городе Рязани у нас есть несколько офисов по России. Если конкретно говорить про город Рязань, мы находимся по адресу улицы Чкалова, дом 1, корпус 4. Нам можно всегда позвонить. У нас есть телефоны горячей линии. Консультации все у нас бесплатные. Поэтому милости просим. А можно ли найти вас в интернете? Конечно. У нас есть все соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Одноклассниках. У нас есть отдельный свой сайт, телеграм-каналы. Мы открыты для всех. Про нас очень много информации есть в интернете. Мы как бы открытая компания. Приходите, пожалуйста. Задавайте свои вопросы, звоните, пишите. Всегда все специалисты на связи. Если говорить о центрах, которые сегодня открыты, что это за центры? Первый центр – это юридический центр «Народный защитник». Сегодня на рынке в городе Рязани мы уже четвертый год. Работаем успешно. Рязань нам очень нравится. В городе Саранске также у нас открыт филиал. В маленьком городе Сасово мы не так давно открыли, потому что хочется, чтобы все могли до нас доехать. И есть еще один центр, который мы запускаем. У нас официальное открытие будет в мае. Приглашаем вас обязательно. Это центр безопасной сделки и недвижимости. Называется он «Процветание». А на чем будет специализироваться он? Мы будем помогать людям приобретать и продавать недвижимость. Квартиры, земельные участки, дома. Причем наша целевая аудитория, то есть наш клиент – это не просто клиент, а тот клиент, у которых плохая кредитная история. То есть не все могут там… Все хотят купить квартиру, да, но не каждый может себе позволить, потому что когда-то кто-то сделал просрочки, у кого-то была сложная финансовая ситуация, и все это на кредитный рейтинг влияет. Мы будем помогать гражданам, которые прошли процедуру банкротства и сегодня хотят приобрести хорошее жилье, и тем гражданам, которые испытывают сложности вообще с оформлением ипотеки. У нас для этого есть свои специалисты, кредитные юристы, кредитные брокеры, самые лучшие, которые у нас есть в городе. Поэтому это такое направление очень серьезное, интересное, и оно тоже про помощь. Если говорить про Центр Народный Защитник, да, какие задачи там стоят, с какими проблемами помогают там? Народный Защитник – мой самый любимый проект. Вот. Какие задачи? Ну, во-первых, самая основная задача – это помочь всем людям, которые попали в сложную юридическую ситуацию, которые испытывают сложности с разводом, с разделом имущества. Если есть какие-то трудовые споры административные, вся моя команда, все мои юристы сегодня помогают гражданам. А Народный Защитник, да, давайте напомним нашим зрителям, где он находится, куда можно обратиться. Юридический Центр Народный Защитник находится в городе Рязани по адресу улица Чкалова, дом 1, корпус 4. Вы упомянули еще такую проблему, как кредиты, которые взяли люди из-за мошенников. Давайте немножко поговорим про этот сектор, да, как там ведется работа и, да, насколько успешно, потому что очень многие люди, которые попали в этой ситуации, они часто слышат, что все, с этим можно попрощаться, это вы никогда себе не вернете, да, вот. Да, я поняла. С одной стороны, правильно говорят. Почему? Потому что если случилась такая ситуация, я прям вот такую рекомендацию дам, да, вы поняли, что на вас сегодня, вот вы попали в руки мошенников, на вас оформили вот эти кредиты, что нужно делать? Ни в коем случае расстраиваться, паниковать не стоит. Нужно обязательно, первое, уведомить банк о том, что вот случилась такая ситуация. Причем уведомить не устно прийти к менеджерам, да, а написать обязательно письмо, это первое. Второе, обратиться сразу в полицию. Как правило, в полиции граждане пишут заявление, и полиция, наша любимая, возбуждает сразу уголовное дело и признает гражданина, который попал вот в такую ситуацию, под мошенников, вот, сразу потерпевшим. После этого человек приходит к нам, мы отправляем ряд очень серьезных документов, и в дальнейшем вот эти долги, которые образовались в ходе воздействия мошенников, либо можно будет списать через банкротство, либо просто признать сделку недействительной. То есть здесь есть несколько вариантов, здесь все зависит от того, как быстро человек среагировал и как быстро он обратился к хорошим специалистам. То есть здесь именно важна скорость и хладнокровность? Скорость, да. Так же и с банкротством. Только вообще с любыми кредитами, когда человек попадает в какую-то сложную ситуацию, у нас какая самая главная ошибка? Люди начинают долго думать, принимать решения, а вот если там, может быть, я где-нибудь денег еще заработаю, у кого-то перезайму, начинает серьезно закредитовываться. Так делать не нужно. Если мы сегодня понимаем, что денег не хватает, лучше сразу же обратиться за квалифицированной помощью, и уже специалист решит, что будем делать. Проходим ли мы процедуру банкротства? Либо мы делаем реструктуризацию, либо мы просим у банка кредитные каникулы, либо мы рефинансируем долги. И процедура банкротства сегодня – это не единственный инструмент работы с кредитами. Поэтому здесь все зависит от того, конкретно с какой ситуацией к нам обратился клиент. Ну и вот вы упомянули, что первый прием у вас бесплатный. Там как раз, я так понимаю, и поясняют вот эти все моменты, все пути решения, которые можно выбрать для той или иной ситуации. Да, я всегда настаиваю на том. Мы, конечно, проводим консультацию онлайн. Сегодня время технологий, поэтому без этого никуда. Но все-таки лучше, если есть возможность доехать до офиса, пообщаться с юристом, возьмите лучше все документы, принесите, мы посмотрим. И вместе с вами выстроим маршрут к тому, как развернуть ваше дело в успех. Как вам помочь. Но нужно делать все быстро. Хотелось бы поговорить про команду. Кто состоит в команде народных защитников? У нас работают в основном все девчонки. У нас такой женский серьезный коллектив. Все девушки. У всех высшее юридическое образование обязательно. Каждый год мы проходим обучение дополнительное, курсы. Все юристы – судебники. То есть не просто девчонки, которые пишут какие-то письма, составляют документы. Все практикующие судебники. Все представляют интересы наложников и вообще граждан наших в суде. Поэтому у нас очень хорошая, квалифицированная команда специалистов. И также, я понимаю, команда специалистов будет формироваться при процветании, когда будет открыта. Это очень интересный проект. И у нас было принято решение, что мы будем собирать юристов не только с нашего города, а проводить серьезные аттестации. У нас для этого есть отдельный эксперт, который сегодня проводит аттестации, смотрит. И мы собираем юристов и экспертов со всей России. То есть мы приглашаем к нам в город, заключаем трудовые договора на несколько лет и забираем к себе лучших экспертов. То есть в Рязани у нас будут работать лучшие эксперты, притом не только с Рязани, но и, возможно, с других регионов. Конечно. Сегодня у нас уже активно работает юрист из Ижевска. Она к нам переехала в город. И вот сейчас мы ждем еще двух специалистов Санкт-Петербурга. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин